Потоптавшись на перепутье, цены на черное золото пошли все же вверх. Котировка на вторник смогла достичь 84 доллара за баррель. Таким образом, становится понятно, что потенциал к росту стоимости нефти все еще сохраняется и движет им дефицит. Примечательно, что стоимость черного золота начала расти на фоне снижения цен на газ в Европе. И этот факт выводит на первый план другой фактор влияния – опасения из-за нехватки нефти. Страны ОПЕК+, хотя и наращивают объемы добычи, но делают это неспешно и в объемах, которые не дотягивают до установленных квот. Этот факт вместе с проблемами с добычей в Ливии наталкивают на мысль о возможном дефиците черного золота. Растущие опасения и отсутствие решения проблемы помогают сохранить нефть и достаточно высокий потенциал к дальнейшему росту. На сегодня движение котировки выглядит следующим образом. Фьючерсы на нефть марки Brent продолжили расти. Как уже отмечалось, нефть достигла отметки 84 доллара за баррель, но для дальнейшего роста стоимости торговый инструмент должен удержаться выше этой цены как минимум на четырехчасовом периоде. Если это удастся, то черное золото продолжит движение к локальному максимуму от 25 октября и цене 86,68 доллара за баррель. В противном случае черное золото может ожидать отскок цены. Крайне медленно и совсем не уверенно, но тем не менее растет в стоимости и российская валюта. В принципе, ростом этим можно назвать с натяжкой. Скорее речь о постепенном восстановлении утраченной стоимости. Рубль пытается вернуться к показателям конца минувшего года и оставить позади воспоминания о спекулятивных скачках, развернувшиеся на тонком рынке. С началом нового года рублю удается постепенно возвращать утраченные позиции. Ну а теперь российская валюта ощутила и поддержку. В качестве старого, доброго спонсора укрепления рубля, выступил рост цен на черное золото. Растущие нефтяные котировки всегда благотворно влияли на российскую валюту и сейчас продолжают это делать, вдохновляя аналитиков на предположение, что у рубля есть неплохой шанс скоро вернуться к стабильной цене в 73,5 рубля за доллар. Более полная техническая картина сейчас выглядит следующим образом. Валютная пара доллар-рубль смогла удержаться ниже значимого уровня в 75 рублей за доллар и возобновила инерционное нисходящее движение. Сейчас курс постепенно идет в сторону стоимости 74,30 рубля, при этом статус перепроданности актива еще не был подтвержден. Таким образом, аналитики предполагают два варианта развития событий сегодня. Или незначительное укрепление рубля по отношению к доллару на полпроцента, либо технический отскок цены. На фоне роста стоимости нефти и рубля вчера решило выделиться и золото, в частности темпами наращивания цены. Вспомним о пресловутой обратной корреляции с долларом, желтый металл двинулся в рост и достаточно решительно. Правда, стремительным рост кажется на фоне других активов. По сути же, не стоит забывать, что золото все еще двигается в рамках давно сложившегося коридора и уровень в 1830 долларов за тройскую унцию всего лишь верхняя граница этого самого коридора. К этой цене желтый металл подбирался не раз и даже преодолевал его, но также не раз возвращался к нижней границе, к цене в 1790 долларов. Все это наталкивает на мысль о достаточно ограниченном реальном потенциале золота к росту и вполне возможно, что сегодняшняя публикация данных по инфляции в США может привести актив к очередной пике. Возвращаясь к технической картине движения торгового инструмента, отметим следующее. Фьючерсы на золото во вторник смогли удержаться выше стоимости в 1800 долларов за унцию и двинулись к стоимости в 1830. Этот уровень сопротивления не раз останавливал покупателей. Пробой и удержание цены выше уровня сопротивления на 1830 долларов на дневном периоде может говорить о дальнейшем росте стоимости желтого металла. В противном же случае по торговому инструменту может возникнуть закономерный застой и отскок цены вниз. Такие перспективы на торговую среду выйдет наши аналитики. Теперь вы знаете о перспективах и рисках дня, а значит, можете выстроить собственную торговую стратегию. Удачных вам сделок и хорошего профита! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok